Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и сегодня у нас второй видос за день. Мы разберем новый проект от создателя мейджора, Роксмана. Конечно, я бы не стал вот заходить прям во все его сейчас проекты, поскольку сам мейджор пока не залистился. Вот листинг будет через 10 дней, раздаст нормально, будет выстраивать нормальную экосистему, можно играть. Но тем не менее, обязан сейчас рассказать, поскольку, ну, просто надо зайти с самого начала. Если будет годно, окей, мы зайдем сначала. Если будет негодно, ну просто бросим и не будем играть. Итак, проект называется, вот он его буквально вчера вечером выложил, Тинниверс. Здесь какая-то вселенная, я вроде как по чуть-чуть стал разбираться, но опять же, в игре пока настолько мало механик, что тут разбираться даже не в чем. Итак, мы попадаем в какую-то вселенную, причем, насколько я помню, при переходе по ссылке, кстати, ссылка на игру в описании, значит, мы, по сути, никуда не попадаем. Мы попадаем в какую-то случайную вселенную. Сразу обязательно нажмите вот эту кнопочку, она возвращает вас к себе домой. Ну, я, поскольку у себя дома, значит, у меня ничего не меняется. Вот, у нас выглядит вот так вот вселенная, здесь какое-то количество звезд у нас есть. Скорее всего, оно соответствует тому, которое вот здесь написано. 365 звезд, вот у меня, например. Я уже чуть-чуть прокачался, сейчас объясню, как и что. Скорее всего, здесь реально 365 звезд. Если мы нажмем вот эту кнопку, то нас перебросит в рандомную просто какую-то галактику. Это галактика какого-то пользователя. Вот написано. Йене, помидорка, лапки. Ну, это вот Тамаркет и Павс. Все, мы ему можем задонатить, можем просто пойти дальше. То есть, мы нажимаем, вот так вот переключаемся. Вот, значит, тоже 100. Ну, когда-то мы пойдем обязательно на человека, у которого их больше. Ну, все. То есть, вот эта кнопка так работает. То есть, я даже не особо понимаю, какой в ней смысл. Ну, вот, видите, тут у человека она чуть посильнее, видимо, прокачена. Ну, в общем, зачем конкретно нужна эта кнопка, не знаю. То есть, мы просто переключаемся между рандомными галактиками, и все. Соответственно, нажав кнопку «Домой», мы возвращаемся домой. А нажав эту кнопку, у нас открывается профиль. Здесь у нас показано наше место в топе, вот 2600. И количество ачивок. Душа компании. Ну, видимо, это, значит, ачивка заключается в том, чтобы пригласить друга, одного, двух, трех, ну, скорее всего, так. Здесь, значит, что неизвестные ачивки, а очевидных даже не добавили. Подарить 10 тысяч звезд, создать 100 тысяч звезд и владеть тремя галактиками. Ну, смотрите, подарить 10 тысяч звезд. Здесь, как и во всех играх Роксмана, гениальная система доната. То есть, ты закидываешь звезды, и за это можешь прокачивать галактику. То есть, мгновенная прокачка галактики до максимального уровня стоит 10 тысяч звезд. Смотрите, в чем вообще суть? Ну, то есть, тут же не только звезды, очевидно, можно. Да, потому что есть скорость сбора. Вот здесь заполняется вот этот индикатор. И, значит, мы собираем, можем собирать в любой момент, даже если будет 1% и если дойдет до 100. Ну, суть, как и во всех таплоках, это зайти и забрать, когда уже полностью накопилось, чтобы она, так сказать, не простаивала. Все, мы забрали, и теперь у нас есть вот баланс 522. Соответственно, у меня за ачивку плюс 1% к скорости добычи. Но, думаю, все, никому не проблема пригласить одного друга или трех, просто хотя бы ферму ботов сделать. Итак, вот смотрите, мы можем бесплатно, если накопили определенное количество звездной пыли, прокачивать свою галактику. То есть, максимальный уровень галактики, как я понимаю, это 100 тысяч. И после этого мы переходим ко второй галактике, а всего их может быть великое множество. И, соответственно, дроп будет на основе вот этих вот галактик, сколько вы их создали, сколько вы, скорее всего, закинули и так далее. Опять же, как тут влияют рефералы, вообще пока непонятно. Никакой механики я для этого не вижу. То есть, не написано никакой бонус, ничего. Здесь вот просто написано, типа, рефссылка. Все, что она дает, вообще непонятно. Тут вот можно улучшать галактику также. Это, значит, увеличение ее. Давайте еще сейчас посмотрим. Можно поменять имя, поменять форму, поменять окружение. Не знаю уж в чем улучшение, конечно, вот в этих трех. Это вообще просто косметические эффекты. Ну вот, создать мы ее и улучшить можем. Давайте посмотрим даже неинтересно, кто находится в топе. Ну, на первом месте, вы, думаю, многие его знают. Это Криптовулф. У него 5 лямов ТГ. Ну, разумеется, он быстренько набил. У него уже 3 галактики. Соответственно, 30 тысяч звезд он, скорее всего, вложил. Ну, вот так вот выглядит его галактика очередная. Это уже 3 у него, получается, идет. Ну, очевидно, что он будет на коне. Ну, у меня сейчас топ 2 600, но, мне кажется, здесь всего активных пользователей 1500. Поэтому это еще ни о чем. Итак, давайте прокачаем нашу галактику. Вот я сейчас выберу, чтобы не платить звезд. Даже одну не хочу платить. Так, ну вот, условно, 606. Все, нажимаем за 606. Мы можем создать 116 звезд. Какая, давайте посчитаем, какая у нее конвертация. То есть, 606 поделим на 116. Потому что, ну да, она рандомная. Потому что в прошлый раз она была другая. Окей, давайте создаем. Все. И теперь, как видите, звезд у меня стало больше. У меня здесь вот за то время, пока я говорил, где-то минуты, наверное, 2 прошло. Вот 4% накопилось. Опять же, точное время тут не написано, сколько. Нужно заполнять до 100%. Ну, мне кажется, где-то чуть меньше часа или около того. Итак, значит, здесь, опять же, нужно накопить определенное количество пыли. И после этого мы можем прокачать. То есть, можно прокачать все сразу, можно частями. Что будет после того, как заполнится первая галактика? Ну, очевидно, это где-то в прогрессе каком-то учтется. Это пока все, что известно. Потому что пока неизвестен ни токен, ничего вообще. Ну, в целом, мы можем поступить сейчас так. Сейчас я покажу вам все, что я еще знаю. Вот смотрите, если мы заходим в официальный бот. Ну, то есть, в котором, кстати, даже пока нет 10 тысяч пользователей. Ну, это пока не прогрузилось. Они, кстати, купили себе на фрагменте. Если что, Роксман, это создатель фрагмента. Купил себе, значит, айдишник. Ти Верс. Значит, тут написано, что вот звездная пыль, Стар Даст. Стар Сдаст, скорее всего, и будет какая-то аналогичная. Ну, токен, скорее всего, будет какой-то издан. Либо Даст, либо Стар Даст. Ну, Стар Даст какое-то слишком длинное название для токена. Опять у Роксмана все вокруг звезд. Он на них помешан, как вы понимаете. У него везде звезды, звезды, звезды. Вообще, у меня все больше возникает впечатление, что они просто через нейронку генерируют идеи для своих ботов. Потому что, ну, если предыдущий вот Mesh Hash или Mem Hash, как он там называется, да, Mem Hash, как-то еще, значит, можно воспринимать, то вот это как будто под опиатами сделано, если честно. Потому что, ну, просто какие-то звезды, какие-то вселенные, причем просто нейронкой написано, кто знает, что будет дальше, пока мы собираем пыль. Ну, в общем, друзья, участвовать или нет, это только ваше, значит, прерогатива. Ссылка будет на проект в описании, также на телегу в описании, здесь все намного раньше выходит. И на чат наш обязательно тоже заходите, здесь общение активно идет. Всем спасибо, всем пока.